Господа, так уж получилось, что итальянских машин на моих обзорах практически никогда не было, хотя их знают абсолютно все, и те же самые Lamborghini и Ferrari являются одними из самых дорогих в мире. А вот про итальянские танки знают совсем немногие. Хотя с новым апдейтом World of Tanks в игру как раз завезли итальянскую ветку танков, которые порадуют и крутым дизайном, и сбалансированными ТТХ. Кроме того, обновилась популярная карта провинция, где обкатывать новую технику особенно приятно. А если прямо сейчас вы зарегистрируетесь по моим ссылочкам в описании под этим видео, то в подарок вы получите 3 дня премиум аккаунта, подарочный танк Тетрарх и 400 тысяч кредитов. Все вот там, вперед! Господа, этим видео мы хотели вам изначально рассказать, что же будет все-таки, если в ваши руки, допустим, или как вот в нашем случае в мои руки попал такой автомобиль. Ведь, казалось бы, главным достижением молодого человека является, в принципе, покупка своего автомобиля. И вот вы его купили, и уже все! У вас все хорошо! Вы уже на тачке, вы уже бессмертный! Но, как оказалось, все это может пойти совершенно по-другому сценарию, если у вас, как и у меня, активная жизненная позиция, и вам уперлась вот рогом прямо вот туда вот, что на стоке ездить это тупо! И при том, что вы могли ездить, и ничего нас, по сути, на эту машину не тратить, потому что у вас есть гарантия, у вас есть страховки, вы со всех сторон прям прикрыты. Тем не менее, вы за год тратите стоимость квартиры на то, чтобы просто у вас дальше была такая машина. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, жил себе мальчик Костя, купил он себе рейндж-ровер и думал, что все, он может, есть у него Тинькофф страхование, есть у него, друзья, резина, он себе купил внедорожную, вы все это видели по видео, наверное, по ссылочкам в описании, типа, или на моем канале. Ездит он через кусты, через деревья, тонет эту машину, топит, царапает чуть-чуть, думает, ерунда, полировка поможет. Полировка не помогла. Мальчик Костя потом решил перетягивать пленкой машину, ему сказали, что так просто пленкой, поэтому уже не перетянешь, потому что есть сколы, есть трещины, и пленка это все не перекроет, или потом будут пузыри. Надо тебе чуть-чуть подкраситься. Костя подумал, ерунда, у Кости есть друзья в Nissan Infinity Service, что там пару пластмассок, заехал я к парням в InService, стали красить, и выяснилось, что под покрас подпадает три четверти автомобиля. Погнали краситься! Погнали краситься! Погнали краситься! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее была у мальчика Костя одна мечта Мальчик Костя все время хотел себе Range Rover Sport SVR Быстрый, валящий, 5-литровый, эксклюзивная комплектация Но с креслами от автобиографии С нормальными, человеческими, не ковшами Костя очень ценит ковши Костя, конечно, в душе молодой Но все-таки физиологически Костя уже не такой молодой И понимает, что у Кости есть кости, которые болят на ковшах Поэтому еще тогда, год назад Были закуплены практически эти кресла От автобиографии Сгорелые машины за 50 тысяч рублей Еще за 50 тысяч рублей Это учитывая огромные скидки Эти кресла были перетянуты Еще 20-30 тысяч рублей ушло на мониторы Вернее, планшеты, которые вставить в эти подголовники И дальше нам нужно было их поставить И это оказалось нереальная проблема Land Rover'ов многие боятся Многие подозревают, что эти кресла Просто так от большого Range Rover Sport не станут И так далее, начались поиски Поиски в конечном итоге привели нас в техцентр Land Rover League В который мы обратились именно с просьбой Типа, просто поставьте нам кресло Ребята уже сразу сказали, что мы все сделаем Но время это может занять много По итогу Land Rover League и сам явно немножечко офигел От того количества трудностей, с которыми он столкнулся Но за работу взялись А вот и собственно то место, из-за которого наступала Та самая задница, почему эти кресла ставились определенное количество времени Потому что если механически, грубо говоря, выдернуть старые и вкорячить новые Занимает, ну даже с учетом спиливания, еще подумать, да Сходить домой, поспать и прочее Это все нормально Делается, грубо говоря, в адекватные сроки То с электрикой наступает абзац Потому что если мы видим, что сверху кресло это кресло То снизу это кресло представляет из себя просто кашу скос, проводов, разъемов, блоков управления Которые здесь не один Причем так получилось, что в спорте их два А в большом рейнже он один, да? Да И то, что уходит отсюда на кан Имело совершенно другие разъемы и распиновку И в принципе импульсы, которые должны были выходить изначально из кресла от автобиографии Которые мы купили В итоге вот эти блоки пришлось заказывать Они не те, которые были с этим креслом Они от спорта При этом пришлось менять распиновку и провода Скрещивать разъемы одни с блоками другими Все это зашивать И все это заняло большое количество времени Плюс, как я понял, несмотря на то, что вы мне говорили, что все будет нормально Действовали на свой страх и риск Да, хотя изначально приезжают Нерешаемых задач не бывает В итоге был вариант, что эти блоки приедут И все равно таки не подойдут Ну, варианта получается не было Получается, варианта не было, но мы об этом не знали, да? Ну, да То есть действительно блоки приехали Они действительно подошли Вернее, они приехали, они не подошли Еще пара-тройка ночей В итоге получилось, как я понимаю, некая гибридная схема рейнджового Большого рейнджа кресла с некой спортовой Которая, впрочем, работает штатно Кресло теперь будет управляться через штатную магнитолу Можно будет выбрать зону, которую вы хотите охладить себе В зависимости от того, какое видео вы смотрите Или, наоборот, подогреть И все будет работать как на большом рейнже Но на спорте Субтитры добавил DimaTorzok 28,6 Это температура задницы ящера Средняя Температура кресла при этом 28,6 Сел, посидел И такой тест проходит с каждым клиентом Хотя и в первый раз В первый раз с каждым клиентом Так, дальше нам нужно, соответственно, снова снять показания отсюда и с кресла Рано, рано еще Рано, рано? Я думаю, рано Пока еще не шкварчит, да? Реально, что ли? Реально Реально остыло? Вот это да А теперь, если кресло померить Кресло на себя взяло жар, походу Да Но оно реально же остыло? Однозначно Все Я прямо сижу и остываю Чувствую, как Ленин Очень приятно И внезапно, господа, еще есть мобильное включение То, о чем я обязательно должен рассказать Ребята из LR Soft Прислали софт Чтобы прошить ренджа И таким образом У нас есть мало того, что самая модная навигация в 2018 году Давайте посмотрим, ZSD есть или нет? Ничего себе Теперь в навигации есть ZSD Наверное, я единственный хозяин лендровера У кого есть с 2018 года навигация И в ней западный скоростной диаметр Ну это же просто невероятно Вот это космос Плюс к этому Ребята из LR Soft Смотрите Смотрите, как сработают дворники Раз И второй раз И это они сделали автоматически Я этого не трогал Таким образом получается второй прыск, который добивает Помимо этого, мне сделали суперлок То есть, когда я теперь машину закрываю на сигнализацию Замки закрываются таким образом, что их изнутри проволочина И даже вот эту штуку не откроешь Если там отогнешь дверь и так далее И несмотря на то, что LR Soft сами находятся в Москве Но у них есть представители по всей стране И в Питере это как раз оказался техцентр Land Rover Ligovski Таким образом, я вместе с креслами перепрошил еще кучу всяких мелочей Да даже коврики новые теперь в тачке В общем, ребят, действительно ощущение новой машины Это тот случай, когда вы забираете машину из тюнинга или из ремонта И у вас столько новых фишечек, сколько вы не знали при ее покупке Вот это действительно лайк Все ссылки на всех я вообще оставлю в описании Чтобы вы прекрасно знали, где я делаю, что сделаю И как вам это можно сделать сами Получалось так, что машина покрашена Кресла установлены Нужно двигаться дальше Нужно двигаться к той самой идее, которая жила во мне год Нет ничего хуже, чем езда на стоке И первый признак, чтобы на стоке не ездить Это поменять как-то внешку Миллиард рассматривался вариантов Рассматривались принты Камуфляж Просто другой цвет Хром, мат, полухром, полумат Мат настоящий русский Английский Чего только мы не думали сделать с этой машиной Пока не заобщался я с Пашей Из реформа стайлинга И он мне по телефону сразу сказал Что вот, говорит, есть такая фишка интересная Сейчас многие машины с завода выходят в матовом цвете То есть у тебя весь твой веер по цветам Который ты можешь купить вот у этого производителя Можно поставить галочку И этот весь веер станет матовый То есть сейчас это очень модно У BMW, у OEM, если знаете, да Целая гамма новых 760-я в стоке черная матовая пошла То же самое появилось и у Land Rover Куча машин вы можете заказать Такой же цвет, но матовый Плюс краску, естественно, хотелось защитить Я уже год проездил на тех же оффроудах И от краски мало что осталось Поэтому была идея как-то совместить Здесь пленка не только внешку выполняла Но еще и защиту И Паша так и говорит, так давай мы сделаем твой же SWR цвет матовый Причем матовым он станет за счет брони Таким образом ты получишь бронировку всего автомобиля Матовый цвет и новую, по сути, внешку Но это же идеально И все это за одни, хотя и очень немалые деньги Субтитры сделал DimaTorzok Тем временем это же Land Rover Соответственно все развалилось нахрен Причем разваливается оно, что самое обидное Вот уж Игуар Land Rover Россия С 2002 года, как мы выпустили сундук У меня там стоит машина С аналогичной проблемой, на которую все бомбили У меня у Ренжа, у того, у Панторески В этом месте пленку съела гармошкой Потому что пластиковая накладка трет по кузову И пленку стирает 2015-й, мать его, год Прошло 13 лет с момента того, как начали выпускать сундуки Ничего не Land Rover поменялось Точно так же пластиковая накладка сзади Протерла кузов до металла Еще чуть-чуть и отвалятся колеса Слушай, ну мы здесь полиуретан максимально загнем Во-первых, мы защитим То есть коррозии точно не будет, да? Заколхозим пленочкой Ну не заколхозим, а наоборот Но при том, это реально гарантия То есть сейчас, в принципе, теоретически я могу поехать дилеру И он перекрасит элемент Ну опять же он тебе перекрасит крыло Да И поскольку они не могут подтачивать штатные детали Они могут ставить только сток Они поставят ее обратно И ее снова протрет в течение года-полутора Как бы Это боль В нашем случае получится, что это все под броней И броня будет этот удар держать, да? Да, и не должна Все это проверим Абректина, она не будет складываться Абректина, а если? Ну будем надеяться Не можем Уверенность так уже как-то так уходит Уходит Да, в любом случае, да, даже на заводах Вот эти вот зазоры, они проклеиваются полиуретаном, чтобы не натирали Да, да, да И он не складывается гармошкой Короче, машина станет даже лучше в техническом То, что не удалось конструкторам Land Rover Решает, Паша Ну может они возьмут это на заметку Да нет, ты че? Да нет, нет, нет Они с высоты там, с небес не видно Чтобы там внизу муравьи светятся, понимаешь, какие-то В ателье своих этих ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, как говорят парни, опять же, я еще не обладаю таким опытом Типа цвет не совсем адекватен вот этой пленке Он будет другой, да? Хочется сказать, что он прям совсем поравняется по оттенку Будет яркий, насыщенный И, соответственно, пленка, сейчас, если близко снимать Видно, что она еще имеет некие свои складки с завода Как она была, хотя была в рулоне Но, тем не менее, нечто подобное в складах есть Это еще так есть в любой пленке Так даже в виниле есть, это, по-моему, еще... В виниле просто феном обычно разогреваешь, да, и все уходит Тут немножко... В общем, это расплавится Пока что это черновой вариант На котором четко видно, что в любом случае На матовой пленке играет рельеф Мы сильно видим изгибы кузова А на капоте это будет смотреться вообще бешено Потому что сейчас капот, он будет как будто весь вот такой резанный Злой, там, с горбом прямо Все это будет слишком очевидно Возможно, слишком, но мне больше нравится, когда так Ну и просто он стал матовый Хотя вот оттенок, вот сейчас реально другого цвета он стал То есть он стал не СВР цвета, а такого более фиолетового, что ли, или чернильного Фиолетового, синий, да, темно-синий, непонятно Но в любом случае... Пацаны, ваше счастье, если он вернется к СВР цвету Я хочу сказать... Может, с ним пока не поздно? Да-да-да-да-да-да Ладно, я-то, но комменты... В общем, интрига, пацаны, интрига Но посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот еще через полчасика, или сейчас белые ночи Но вот когда именно солнце близко к горизонту, она начинает просто... Она стоит, как будто светится Вот с этим будет такая же фигня, я уверен Он будет именно в сумерках И то есть, как всегда в Питере... Вот сюда он просто офигенно смотрится Вот с моего... Ну, штатный, да, неплохо А... Не штатный тоже неплохо Не, слушай, причем даже знаешь, как смотри Я вот захожу вот здесь, вот сейчас мне штатный больше... Вот сейчас мне штатный больше нравится Я вот так сюда встал, и уже этот... И все равно штатный больше нравится Ну, короче... Короче, очень интересно, как выкрутить Да Слушай, ну на самом деле... Все прелести... Ты поймешь, что машина-пленка, когда проешь на уфрод И когда ветки тебе будут... А тебе будут до фонаря И все-таки это... И плюс это еще броня Конечно Ну, короче, вот очень интересно, что с ним будет дальше Смешное, что пленка может многим не понравиться Я на нее, на эту тачку сейчас смотрю Реально третий день Такой типа, да или нет Да или нет Да или нет И... Я могу вам смело сказать, что возможно Через месяц Мы приедем в реформу и стали, скажем Ребята, все отлично Все очень понравилось Пленка супер Растягиваем нахер обратно Вот, вполне вероятно Потому что цвет все равно стал немножечко не сток Но! Третий день я смотрю на эту тачку И нет, меня не глючит Я вплоть до того, что там веду видеофотофиксацию И цвет немножечко меняется Эта пленка становится со временем менее белесой Она будет садиться, ну, как бы садиться Из-под себя выдавливать воду и воздух Еще, как мне сказали, две недели И все это время цвет будет немножечко меняться Ввиду этого она даже сейчас уже смотрится Немножечко ближе к стоку Я сильно надеюсь, что через две недели Она будет реально как сток Вот даже сейчас, когда близко к ней глаза подводишь Видно, как металлик из-под матовой пленки Уже начинает блестеть немножечко Отдает своими вот этими кристалликами В любом случае Мы сейчас получили то, что Ощущение новой машины меня не покидает Это реально новый цвет Она по-новому выглядит В сумерках, днем По-разному У нее заиграли грани Да Вот прямо выходишь и типа Блин, неужели это мой СВР Да То есть за Относительно цену покупки автомобиля Небольшие бабки Вы получаете совершенно другие ощущения Вы начинаете снова стоять И смотреть на свою собственную машину Чего раньше уже не было Ко всему уже привыкаешь А тут прямо вышел Сел и Да Вот за это Огромный плюс этой пленки Плюс все-таки броня Мне больше не страшные всякие Ветки, песок Даже маленькие камушки Пролетающие со встречки Все это в любом случае Можно будет потом исправив Просто содрав старую броню И наклеив новую И это будет дешевле, чем перекрас И это не будет новый слой пленки И это на заводском Где еще на каких-то элементах Заводская краска Не будет покрашенным элементом Это главное « Charincа» «А даже не про drop bull» «Hi-R мильбхэцтольм» «Hi-R мильбхэцтё endpoint» «Hу- seguridad лар eelких чалпышт zde nestала용» «Hua-р мильбхэцтё糕 ларь именно г dragгами», «Эв два резвести дня» «ハемия ладэцтё TP» «ху-р миль изобритых чалафalles», «Хриками жеры вопросов» Реальный косяк Ренжа, который вот за год всплыл, который известен, это 100% косяк, это карбоновые накладки, которые есть только в этой комплектации, в СВР. У обычного пятилитрового спорта и у всех других спортов этих накладок не будет. Они будут только в СВ автобиографии пятилитровой и, по-моему, в СВР. В чем заключается косяк этих накладок? Они дико дорогие, по-моему, они стоят, что-то в 45 тысяч стоит каждая штука. Их обламывает периодически. Обламывает их исключительно по зиме за счет того, что они стоят за тормозами вот так вот. И она воздух отсюда забирает снизу. Неизбежно у вас сюда забивается снег, соль, вода, грязь, смерзается вот здесь коньком, комком вернее. И со временем начинает люфтить на точках крепления вот этих вот. Вот. На двух вот этих болтиках это сидит. И по итогу их обламывает. Нужно сказать, что дилер признает это гарантийным случаем. Вам без проблем их поменяют на новые. Причем они, как правило, есть в наличии. Но зачем мне менять на новые? Просто надоело. Я понимаю, что это бесплатно. Поэтому в моем случае мы их отремонтировали просто саморезами, поксиполом. И на зиму их просто сняли. Летом они живут абсолютно без проблем. Но это действительно настоящий косяк рейнджа за год, который был признан гарантией. И он немножечко, честно говоря, бесит. Потому что они, когда обламываются у вас, они остаются в диске. И они начинают люфтить и начинают бить вот этой штукой по самому диску, по внутренней его части. Грохот стоит просто нереально. Кажется, что тачка просто развалилась нахрен. На самом деле это просто накладка. Все. По остальным все огонь. Итак, наш сбор по колесам. Это оригинальные диски Can Design RS600. Легкие, мощные, стильные, практически для рейндж-ровера культовые. Can Design для рейнджа, так же как и Overfinch, это является сразу показателем стиля. В любой, в любой Европе, выражаясь по-русски, да, эти диски являются признаком того, что у вас все хорошо. По параметрам, это 22 на вылете чуть-чуть больше, чем обычно. То есть у нас наконец-то колесо встало в варку. Колеса, как я называю, перестали унитазить. Конечно, я думаю, что ЛКМовцы сейчас скажут, что тут еще работать и работать, парни. Я с вами полностью согласен. Но реально хотелось около сток. Самые мои подозрения на тему, что будет слишком жестко, они были сразу развеяны потрясающей резиной. Good Year Efficient Grip. Это такая же резина, какая у меня была и на тех дисках летняя 21-я. Почему я решил взять ее же, а не какую-то другую? Потому что когда вы покупаете рекомплект резины за 100 тысяч рублей, очень обидно, если она потом вам не зашла. Поэтому та резина мне заходила полностью. У нее отличный зацеп на асфальте. И при этом, когда вы съезжаете на грунт, он полностью не уходит. Она продолжает еще цепляться. Такой вот хороший рисунок протектора, который подходит именно мне. Потому что я живу за городом и часто съезжаю на грунтовки. И в целом не люблю, когда машина пасует перед мокрой травой или чем-то похожим. Поэтому именно эта резина 285 на 45, 22 тапки. Общий размер колеса увеличился на 8 миллиметров. Тем не менее, все это в арки влезает шикарно. Вот сейчас в нижнем положении смотрится просто пушечно. В итоге, Гудгир сделал так, что я гарантированно остался с той резиной, с которой хочу. У меня все здорово. А Кант Дизайн сделали так, что у меня культовые диски. В итоге, эти колеса это практически предмет моей гордости. Очень они мне нравятся. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге, господа, что мы получили? Мы получили совершенство. Наконец-то в Спорте есть кресло от полноценной автобиографии. Со всеми возможными регулировками, подпорами, поддержкой. И самое главное, можно теперь, нажав кнопочку кресел, здесь даже включить вентиляцию. То, чего нет в Спорте, в СВР, ни в каком рестайлинге. Там 16-й модельный год, 17-й модельный год. Там они же каждый день все меняются. Но ковши с вентиляцией все равно будут недоступны. А здесь, помимо всего этого, можно еще убирать не просто вентиляцию, но даже у того же подогрева можно выбирать зону подогрева. Хотите только попу, хотите поясницу, хотите все вместе. В общем, это все, безусловно, очень круто. И все это зашито оказалось в магнитолу. И главное, главное, то, что мне дорого было с самых серий еще первых понторезки, потому что у Land Rover есть идеальная фишка. Это вот этот вот второй подлокотничек. Потому что именно благодаря ему вы можете сидеть за рулем вот так. Так, у вас локоть здесь, у вас локоть здесь, хотите вот здесь, вот так едете. У вас никогда рука не оказывается на весу. Это было невозможно в спорте, потому что здесь это было как бы вот так, и ты все время едешь вот так вот к ребрышку прижимаешься. Или нужно быть шире. Но это не мой случай. В итоге, наконец-то, у нас есть идеал. Ну и оно просто удобнее. Многие говорят, что типа, блин, ковши, там же боковая поддержка, было типа удобнее, нифига. Да, даже в стандартных, у них есть регулировка боковой поддержки вот здесь этих бубликов. И их можно зажать даже так, что мое дрещавое тело все равно никуда болтаться по всему этому не будет. В общем, эти кресла идеал. Ковши внешне выглядят очень круто, стильно, они такие все прям красавчики, но не отвечают высочайшим требованиям Land Rover, я считаю. Да, вот, вот. Но мы сделали нормально. Ну, плюс, сзади есть планшеты со свинкой Пепой, так что теперь все сверхразумы, оказавшиеся там на заднем сиденье, то есть непосредственно родня, и детишки, и хейтеры, могут смотреть свинку Пепу. И я буду в безопасности при этом во всех случаях. Самое главное, что я хотел вам сказать этим видео, это то, что лично я за этот год владения автомобилем стал совершенно по-другому смотреть на, по сути, господ. Это, конечно, циничное выражение, но это реально господ, кто покупает себе там 63-е, Е63 в смысле, да, новые М-очки, и начинает с ними что-то делать. Типа на М-очку поставил дисочки, типа перетянулся пленочкой, там чуть-чуть чипанулся и так далее. Вроде бы с виду чуть-чуть сделанная машина, СВР, никаких радикальных изменений не претерпел. Это просто тачка осталась такой же, как и была. Но за год при бережном отношении, вернее, может, даже и не очень бережном, но, по крайней мере, тщательным уходом за автомобилем, он так сказал, вытащил из меня, давайте посчитаем, сколько. Собственно, зачем мы все здесь собрались? Все очень легко. Нормально покрасить эту машину так, как вот я красил бы без скидок, получилось бы 1150. Перетяжка пленкой вышла еще в 240-230 тысяч. Далее мы делаем установку кресел с самими креслами, суммарно. Там типа работа 100, кресло 50, перетяжка еще где-то вышла бы 80. Короче, где-то еще 250. Далее нам нужно купить диски, они стоят 240 тысяч рублей. Далее к этим дискам нам нужно купить резину, она стоит еще 100 тысяч рублей. Далее к этому что мы еще добавим? Я даже не знаю, что можно еще к этому добавить. Типа масла, бензин, который сам по себе вытаскивает месяц по двадцатке и так далее, и так далее. Ну, давай если общую мы возьмем сумму за то время, что я владею этим рыжом, целый год, да, с утоплением, восстановлением после утопления, и тогда, ребята, смело 1,6 миллиона рублей. Блин, трындец. Ведь можно было просто купить и ездить, и ничего не делать. Тогда расходы бы составили там налоги, бенз, какая-то мелочь, ТО. Ну, грубо говоря, 1250 за год. Это минимум. Если вы купили такую тачку, 250 штук за год готовьтесь отдать. Страховка еще 300. Ну, короче, если страхуетесь, 500 плюс. Это просто минималка. Если эта тачка у вас просто стоит, просто вы даже на ней никуда не ездите, это 500 тысяч рублей. Разъедрить твое налево? Просто капец. В моем случае вышло 1,6, может быть, даже 1,8, если совсем там посчитать. Я уже просто забываю, потому что там новые коврики. Мы еще броней до этого перетягивали фары там сначала. Сначала потом их перетягивали вместе со всей остальной броней и так далее и тому подобное. Это просто капец. Вот о чем я вам и хотел сказать. Что, господа, это, понимаете, я все делаю со скидками. И, по сути, должен сказать огромное спасибо всем тем людям, которые объединенные общие идеи берутся за мою машину. Часто просто потому, что им хочется показать, что они умеют. Просто потому, что это новый опыт, как LR League-овский. Эти кресла никто до этого не ставил. Перетяжка кожи кресел тоже Олег там взялся за то, что эти планшеты никто раньше в эти кресла не знал. Мы часто с этой машиной делаем то, что до нас никто больше не делал. Поэтому это получается немножко по другим ценам и в целом бартер. Обычные господа, которые покупают эту машину и делают все за свои, это капец какие уверенные в себе люди. Я не представляю, сколько денег люди могут выбрасывать. Выбрасывать, потому что нелогически это объяснить. На такую машину каждый год. Я понял, что для себя SVR я построил, грубо говоря, больше с этой машиной в ближайший год. Я делать точно ничего не буду. Дальше я просто запарился ждать, пока ты отдаешь ее там край. Это все недолго, это все понятно, что так, ну это вам нужно первое, второе, третье, четвертое, пятое. И в итоге из этого года машина месяца четыре стояла и исключительно что-то с собой делала. Больше я этого не хочу. Все, SVR готов и следующий год я на SVR буду просто ездить. Если что-то буду делать, совсем по мелочи там на недельку отдать и так далее, подправить какие-то косички. Я для себя решил, я устал. И просто вбухивать столько бабок в тачку, и она еще за эти бабки и стоит в итоге. Я хочу ездить. У меня построенный рейндж-ровер мечты. Вот относительно того SVR, который мы брали, первый еще на свой тест-драйв, у этого уже нужный выхлоп, у этого уже нужные кресла. Сейчас еще шайбы климата поменять, и еще то осталось, и это, и тогда, и все, тогда вот точно будет готово. Короче, на сегодняшний момент я исправил с этой машиной все косяки, которые мне не нравились с завода. Ну, грубо говоря, в моей голове косяки. Поэтому все, точка, рейндж-ровер спорт, SVR, мои мечты, готов. Я на этом останавливаюсь и буду дальше ездить. А со своей второй машиной, которая называется Пантореска, мы уже будем делать манипуляции, и вторую тачку я себе возьму под маленький проект. Но это все в будущем. Спасибо вам огромное, что смотрели, что поддерживаете меня до сих пор во всем этом. Именно благодаря вам я имею возможность ездить на такой машине и делать с ней все эти штуки. Огромной вам всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок